Замечательная погодка. Сегодня у нас 10 или 9 октября. Воду сбросили. Воду сбросили. Вот такой вот вид имеет Донецк теперь. Что они делают? Рыбалят? Сели. Рыбалят рыбаки. Карпунные свои подоставали. Ну что. И сегодня я также поеду на рыбалку на озеро. Рыбка ждет, ждет, но... Не так-то просто ее взять. Хитрый сазан. Осторожный. Красивые виды. Красивые виды. Возможно, это бабье лето наступило как раз. Прогуливаемся. Поделюсь я своими мыслями. Так как я рассказываю о разных вещах на своем канале. И в том числе делюсь своими какими-то мыслями. О насущных мыслях я так сказать поделюсь с вами. О заботах. А самое главное, о путях их решения. Ну вот я вам все рассказывал. Что я с этой машиной возился. Черной. Я ее называю Чернушка. Другую называю. Моби Дик. Белую машину. По-простому. По-простому. Ну вот куча денег была в нее вложена для того, чтобы она начала радовать. Как прежде. Естественно истощился то, что было. Мобот сплыло. Надо как-то это дело и если ты уж дальше решил вернее у каждого человека свой уровень жизни. Ну например есть такие люди вот как-то на сайте говорили что я деньги грибу лопатой нафиг. А где что лопатой где-то куча которую я грибу нафиг. И сказал вот-вот какие суммы у меня есть. Вот. И вот по-моему если загрибание денег то это примерно то это примерно по-настоящему если деньги так сказать грести это примерно 5 миллионов в месяц. то это какой-то действительно на мой взгляд на мой взгляд добро здоровься. На мой взгляд стоит вроде этого что-то там затевать. и в то же время узнаю есть такая штука интернет что 5 миллионов в день получает Сечин. Доброе здоровье. ходим 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 да то есть у меня даже планка занижена против некоторых но не в этом дело рассуждаем 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 не получаем рассуждаем вот я для себя рассуждаю мысли вслух уровень жизни вот человек хочет иметь там машины хочет иметь дом хочет выезжать за границу там отдыхать и так далее это должен быть определенный уровень жизни определенная как бы сказать зарплата или доход вот сейчас пришла буквально так и сегодня пришла бумажечка на налог на машины там вышло три машины полгода за мобедика там 367 лошадиных сил значит 7 месяцев за GX 470 ну и год за чернушку LS 430 и в целом где-то все это потянуло на 60 тысяч то есть вот жена при этом мне уже с начала года сказала так ты заранее мне отложить деньги на твои машины чтобы было молодец доброго здоровьица отдыхайте хорошо а я вот хожу вот поэтому поэтому помимо пенсии и то что там удалось накопить проценты там идут чтобы это все не улетело надо еще что-то делать книги я перестал кому-либо издательство отдавать вернее так мыслю что навязываться идти в какое-то издательство они там начнут тебе знаете последняя тенденция там такие договора у всех толстючих раньше я встречался обычно с директором издательства с владельцем издательства это уже ушло в прошлое сидят менеджеры которые что-то осмыслят или не смыслят и вот типовой договор хочешь подписывай хочешь не подписывай и так далее эти типовые договора не для меня поэтому я сказал сделайте договор на одну страницу вот допустим мои книги вот ваши ваши там сказать условия все оплата я вам выдаю книги вы мне платите 10 процентов 15 процентов сколько и все нет же вот такие вот сидят поэтому не надо все отвалите 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 как говорится мало ли в бразилии педро другие найдутся но другие найдутся пускай я вот хожу смотрю на птичек прогуливаюсь но тем не менее мне постоянно приходит самое различное предложение и как опять-таки говорит моя умница жена Гена если кто-то тут пришел с предложением это в первую очередь он думает о себе ну ладно чтоб наши так сказать хотелки их и мои как-то как-то это стыковались так сказать мое финансовое состояние немножко подрастет вернее стабилизируется потому что деньги можно конечно потратить почему такие траты произошли вот если что-то делать так уж делать сразу концентрировано вкладываешься работаешь над этой темой а если так сяк то это будет какой-то долгострой например дом я построил примерно за год дом свой то есть все гонорары никуда не ездили никаких отдыхов это был 95 96 годов и построил а есть люди там лет по 10 строят а то и больше не знаю мне это так не интересно этим делом заниматься а то ты грубо говоря на глазах видишь как это машина развалюхи возвращается в свое нормальное состояние дом из фундамента превращается в дом в котором ты уже живешь еще разу скажу до этого 15 лет пришлось прожить в доме первоначально без каких-либо удобств уголь печка научился топить вода носил замерзала в коридоре туалет на улице ну потихонечку раз допустим за первые там три года туалет стал теплый а вот с углем и водой были сложности потом через пять лет видишь вода появилась уголь остался потом лет через семь провели наконец-таки газ стало тепло но тем не менее дом был старый так что вот иду рассказываю вспоминаю ну и что сказать оп раздается звонок с канала ч кстати я в этом году ездил в корею канал стс хотел там программу замутить с такими как я повезли нас в корею сняли пилот ну и начальство думает 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 что-то начальство не нравится хотя всем остальным вроде как понравилось то есть передача дальнейшего хода не имела ну там был хороший гонорар на которой можно так сказать было пошиковат ну такие-то дела вот видите о чем речь о врачах пациентах принимают здоровье понятие сугубо личное и личность должна над ним трудиться а когда кто-то начинает над этим делом работать то толком ничего не получается то есть можно запустить до состояния развалюхи и пожалуйста потом там как-то уже не до утех так просто доживаешь отступление так вот канал чем мне предложил говорит вот примерно мы думаем так вот такие как бы сказать мысли вот такие небольшие там заботы которые решаются сейчас я начну делать календарь на календаре особо спроса нету но сделаем календарь видите остались от моих книг одни календари народ читает календари остальное остальное ничего нету но насколько сейчас идет общая тенденция к обнищанию народа глядишь глядишь надо будет браться за за мои книги за книги других авторов в случае там болезни и так далее потому что лечиться с соответствующими ценами там я смотрю сколько там перестатка мозга там что-то как будто там требуется по телевидению говорят помогите 27 миллионов там на лечение будем собирать с народа копеечки собирайте ну вот примерно я вам рассказал видите что что там у меня в плане так сказать финансов чтобы такой вот содержать надо надо работать и руками и головой ну больше головой и чувствовать себя человеком опять-таки хочу сказать что ты ты в данном случае я чувствовал себя человеком и как-то внутри уважал сам себя что в этом мире ты что-то можешь так примерно надо Продолжение следует...